Так, давайте быстро посмотрим вот эту вот хуйню на 3,5 минуты. Почему не замечают начинающих ютуберов? Большинство нынешних популярных ютуберов — это старики. В смысле, они начали свой путь очень давно, и это меня дико огорчает. На данный момент набрать аудиторию на ютубе очень сложно по двум причинам. Во-первых, свою роль сыграло замедление, и люди начали меньше смотреть ютуб. А во-вторых, конкуренция. Конкуренция создала... Я подобно, у людей даже больше его начали смотреть. У всех просмотры только растут, чел. Кроме челов, которые почему-то говорят, что... Я заметил, что многие говорят, что у них просмотры упали. Это люди, которые либо перешли ВКонтакте, либо рекламируют ВКонтакте. Донат в стиль с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Всё это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Купон, которые смогли набрать аудиторию, либо когда эта конкуренция была значительно меньше, либо когда её вовсе не было. Никому не нужны новые летсплейщики и нарежщики игр, ведь есть уже Купленов и Мармок. Никому не нужны новые Майнкрафтеры, ведь уже есть Майншилд, Лололошка и подобное. Никому нафиг не нужны игровые ютуберы, ведь уже давно существуют Булджать, Келлен, Тиджой, Айджем и другие игровые журналисты. Нет, есть дохуя простора для того, чтобы стать ютубером прямо сейчас, как показывают такие люди, как Майзенберг, Рейден и куча других людей. Сейчас куча развивающихся каналов, которые делают пиздатый контент, типа того же Пойнта, допустим. Я, типа, взлетел году в 21-м, что, типа, было довольно недавно. Ну, не знаю, мне кажется, нытьё какое-то ёбанное, на самом деле. Да, Келлигровой журналист. И для меня, блядь, секретом является, что Келлигровой вообще игровой ютубер. За последнее время я не встретил ни одного нового и при этом продвинувшегося ютубера. А если и встретил... Я, 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 я... ...то это либо кого-то разоблачающее, либо снимающее что-то в этом роде. Вот есть Талант Лес, он снимает топов... Кстати, да, если признаться, я очень сильно поднялся на тех же худших стримеров, то есть... Ну, практически разоблачительный контент, окей. И при этом уникальный контент, а просмотров нет. Вот есть Игкул, который тоже старается... Кстати, Амсалат охуенно сейчас нормально заходит. ...но просмотров нет. Есть Векс, у которого тоже нет заслуженных просмотров. Оул Аарт, Илья Манга, список действительно достойных славы ютуберов гигантский. Однако... Кто? Ну, давайте посмотрим этих чёлов. Ммм... Оул Аарт. Давайте чекнем, давайте дадим спотлайт этим чувакам. Кстати, бать, у него последний видос... Ну, чел, ну если бы он видосы делал, он типа три месяца назад последние видео сделал. У него четыре... Типа, чел, у него четыре видео на канале с расстоянием по три месяца. У меня есть подозрение, что я знаю, почему он не продвинулся. Привет, я Улард. Так уж получается, что ролики в данном формате набирают больше количества просмотров на моем канале. И я сейчас не говорю, что мне это не нравится. Сегодня, например, я перенес режим из робота в Майнкрафт, как вы уже поняли подозвать... Что такое, что в чате? Ощущение, что запись стрима идет, че это не читаю, я читаю, че это... SCP-3008. Используют только датапаки и командные блоки. Эту карту вы сможете читать на моем Дискорд-сериле по ссылке в описании. Как только это видео набирает 50 лайков. Не, он, кстати, красавчик. Ну, норм-контент. Че-то делает прям свое там, все дела. И, кстати, этот видос набрал 63 тысячи просмотров, мое почтение. Не, ну, чел реально старается. Реально старается, что-то свое делает. Респект Аусберг. Так, кто там еще был? Но, блядь, у него видос набрал 60 тысяч, и он просто забил хуй, он просто перестал их делать. Либо он делает видосы очень долго. Если он делает видосы очень долго, прям вкладывается, ну... Этот видос, я считаю, на канале 2,5 тысячи подписчиков. Он нахуенно зашел. Респект, респект. Так, окей. Арт, Илья Манго. Илья Манго. 8 тысяч подписчиков. Ну, слушай, у чела видос 100 тысяч набирал. Там 14, нормально. Для его количества подписчиков это охуенные просмотры. Понятно, что не каждое видео стреляет, но, тем не менее, чел стабильно идет к своей цели, делает что-то. Ну, просто не каждый стреляет, типа, быстро. Иногда это труд, там, долгое время ты хуяришь. Не то, что, типа, не взлетают. Они делают хороший контент. Они постепенно набирают аудиторию, и вот последние видео обоих довольно охуенно набрали. Просто нужно хуярить, хуярить дальше. В этом разница, на самом деле, с каким-то Мармоком и теми же, тем же, блядь, как его, сука, Купленовым. Они постоянно выпускают контент. Нужно просто, когда ты растешь, нужно постоянно выпускать контент, чтобы YouTube к тебе привыкал и продвигал тебя дальше. Если ты выпускаешь видосы, типа, тебе три месяца просто нет на YouTube, то, понятное дело, что как-то, ну, да. Га, список действительно достойных славы ютуберов гигантский. Однако, возможно, скоро все изменится. Дело в том, что нет ничего вечного. И рано или поздно, и Мармок, и Булджат, и Купленов, и Лу... Умрут от старости. Лу-ложка, и им подобные уйдут с YouTube. И, может быть, тогда, наконец-то, зрители обратят внимание на новых контент-мейкеров. Ведь пока у нас есть что-то привычное, мы будем отвергать новое. Отвергать людей, которые стараются, которые придумывают что-то новое. Которые стараются над своим контентом и действительно в него вкладывают свою душу. Ведь... YouTube, кстати, да, очень много рекомендует микрочелов сейчас. Ну, блядь, ну, всегда найдутся люди, которые скажут, вот, золотое время было раньше, сейчас хуёвое время для развития. Булка вчера стримил лон РПГ на бусте, нихуя. У них элементарно нет дохода с YouTube, и они делают всё на чистом энтузиазме и мотивации. Ведь они ни от кого не зависят и могут позволить себе отдаться экспериментам. Но их всё равно не замечают. Вот, ещё со времён, когда я верчать сидел, ебать, прикольно. ...мечают. А тут ещё и замедление. Людей и так не замечают, а из-за замедления на них вообще перестали обращать хоть какое-то внимание. Ведь мы начали заходить на YouTube только за проверенными людьми. Вся эта история... Ну, кстати, в этом есть доля, правда, на самом деле. Просмотры из рекомендаций стали меньше, а вот просмотры собственной аудитории только повысились. Уйдут на ВК-видео. Не, на ВК-видео они вряд ли уйдут. ...наудитория — это цирк. Цирк с клоунами. С клоунами, которые изо всех сил стараются привлечь к себе внимание. Но зрителям на них плевать. Ведь тигр в сотый раз прыгающий через кольцо намного интереснее. Что-то меня не туда понесло. Чел, ну ты как бы задепрессовал еще, не перейдя линию старта, я бы так сказал. Лучшее время, чтобы заниматься YouTube, было, наверное, в начале десятых годов. Второе лучшее время сейчас. И тут скорее депрессиво чел нагоняет. Причем зря. Пиздец, потому что есть духуя примеров тех, кто продвинулся. Просто из нихуя. Есть куча страт, куча возможностей. Сейчас, на самом деле, есть вот эта идеальная тема. То, что делать видосы на интересные темы. Такие необычные, интересные, но кликабельные видосы. Чтобы их смотрели стримеры. И таким образом тебе узнавали. То есть, вот это довольно пиздатая тема. То есть, мне, опять же, с худшими стримерами это очень сильно, ну, помогло. Ну не может же быть так, чтобы проблема была в обществе. Может, они что-то не так делают? Ну что? Что не так? Их контент либо на уровне, либо качественнее популярных ютуберов. Они ведь и не похожи совсем на других. У каждого своя афишка, свой стиль, уникальные идеи. Но их все равно не замечают. Может нам собраться вместе? Создать объединение инди-ютуберов. А ведь идея реально неплохая. Нет, серьезно. Если ты действительно крутой ютубер, но тебя не замечают, то пиши в комментариях. Мне в ТГ, в Дискорд. У которого внезапно взлетел ролик про те самые голоса. Сейчас влететь проще. Потому что многие топы и телевизионные продакшн съебались в ротей на Рутуб. Это тоже верно. Самое время, чтобы влетать и делать. Это тоже верно, чувак. Сейчас многие топы съебались, продались ВКонтакте. Разочаровались в Ютубе в плане заработка. Сейчас на самом деле постепенно Ру пространство снова становится диким западом. Где конкуренции намного меньше. На почту. Куда угодно. Давай просто объединимся и поможем друг другу. Бля, чел. Просто делай видео. Делай видео на интересные темы. Делай видео, которое интересно было бы смотреть тебе самому. И продвигайся. Чел еще практически не начал свой ютуберский путь. И уже собирает какой-то этот... Уже пытается ютуб-коммунизм какой-то поднимать, чтобы ты... Ютуб... Короче... Да. Для кого я так говорю? Естественно, никто не перейдет. Навряд ли вообще это кто-то посмотрит, учитывая последние просмотры. Но мой ник Алексиус. Ссылки на мой личный ТГ-канал и на ТГ-канал по дизайну в описании и в комментариях. Надеюсь, тебе было приятно смотреть данный всплеск мыши. Подписываясь. Подписываясь. Неинтересные, не заслуживают свою аудиторию. А вот мальки — это люди от народа, которые экспериментируют, рискуют. Стараются в отличие от зажравшейся буржуазии. Ну, ладно. Не, чел, это Нанылкин с примесью коммунизма. Очень... То есть он уже просто с нихуя... Это примерно как мы смотрели... Я, короче, смотрел видос про Ford, по-моему, или... Короче, про какую-то компанию во Франции автомобильную. Классный, кстати, видос был. И там было про челов, которые приходили на заводы с коммунистической агитацией. То есть они нихуя не работали, но всем подходили, типа, сука, вот ты ебашишь, а они там богатые сидят, сука. Давай объединяться. Ставь лайк, комментируй, удачи, окоп. По-моему, я не помню, я не помню про какую-то фирму. Там что-то убийство какое-то было. Что-то с терроризмом связанное. Не помню точно, что там было. Так, Илья Манга. Манга.